Кто-то их, если бытовым выражением пользоваться, да, платил зарплаты и сводил с ума, говоря о этих людях плохо или негативно. Другое дело, что периодичность, эта клевета имеет определенную периодичность. Она связана с выборами, связана с какими-то политическими событиями, друзья мои. И когда мы кого-то обвиняем, вот я помню, там были собеседования с определенными гражданками, в службе госбезопасности, это 2018-2019 год. Но до судебных решений, до процессуальных вещей дела не доходили. Мы требовали, просили, бывшее руководство службы МВД, прокуратуры, вы помните, какие сложные политические события сопровождали. Но тем не менее, в частном порядке мы просили довести дело до логического правового конца. Сегодня, да, я согласен с вами, дорогие друзья, мы одну вещь обсуждаем. Я переживаю, мне, я вот здесь замечание попытались сделать, я озвучу, почему вы там оказались. Хорошо, что вы там оказались. Другой вопрос, что сегодня я первый раз за почти 4,5 года вижу, что в рамках закона, уведомления идет процесс на раскрытие этих лиц и аффилированных лиц, стоящих за ними. Я, друзья мои, пожелаю вам удачи в этом направлении. Мы этот вопрос держим под контролем. И надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на заказчиках, мы с вами, коллеги, здесь все заинтересованы, правильно, чтобы выйти на заказчиках? Правильно, чтобы на самих себя не вышло. Ну, мы можем шутить, обвинять кого-то, а факты будут делать. Это важно. Да, да, важно. Я надеюсь, что этот юмор, он сохранится, когда судебное решение выйдет. Я надеюсь, что мы потом будем так же шутить. Спасибо большое.